всем привет дорогие друзья с вами лего ну что я смотрю вам зашел предыдущий ролик по метро эксодус метро исхода на тему того что сейчас идет нереальный такой бунт нереальное такое в общем-то взаимодействие какого-то хейта я не знаю в чем прикол и после вот того что я сейчас расскажу мы немножко побеседуем подумаем и так начнем с того что epic games store плюсы и минусы перехода метро исход на другую площадку взял что-нибудь похавать лайкос вижу уже поставил в комментарии напишешь после этого ролика и что ты думаешь может быть я что-то упустил и возможно что-то не так рассказал ну чё поехали несмотря на то что первые две части серии метро разбор слухов слухов про последнюю есть на канале вы уже посмотрели первую часть да выходили исключительно в steam deep silver решили сменить свой курс сторону магазина от epic games ну то есть epic store данное решение было принято комьюнити достаточно резко об этом мы можем судить благодаря заниженной статистике прошлых игр метро и тысячи озлобленных комментариев стиме и кстати буквально вот за три часа по моему первого числа что ли февраля просто взяли и рубанули игру и стима я понимаю то что можно было ее сразу не запилить и уже чисто начать говорить о том что игра выйдет чисто на epic game story но нет ее зачем-то сначала ведь выпустили в стиме а потом ее вырезали но сказали те кто успел купить они успели а тот кто не успел купить они пойдут в epic game store и если они тоже не тяните не успели тут только через год она появится стиме естественно я считаю что народ будет бомбить окей поехали дальше на этот вопрос тоже есть собственное мнение но перед этим стоит разобраться почему deep silver и фо и games решили сменить площадку распространения начнем с минусов людям придется использовать еще один лаунчер это один из минусов куда больше качать да я понимаю то что у вас там и 9 процессоры 64 гигабайта там оперативки вы скажете что все ништяк и все хорошо но я думаю что большинство составляющие это люди которые работают за слабыми машинами наличие еще одного лаунчера это лишние траты ресурсов компьютера прикиньте вы запускаете компьютер в правую нижнем углу стрелочку открываете у вас там skype трентилка какая-нибудь steam epic store you play и погнали погнали просто все висит как в открытом окне я понимаю ты конечно можешь братишь открывать их по очереди или если у тебя есть мощный компьютер но я сейчас данный момент открывая правом нижнем углу у меня стоит skype и steam как бы вот некомфортно из-за метро я естественно скачаю epic game store и у меня будет уже два лаунчера естественно когда выходят какие-то другие игры от электроников я на easy origin ставлю он у меня стоит просто я его не открываю и то же самое дело стоит с уплеем но с уплеем как-то все полегче они как-то переносятся переносят все свои игры в steam во вторых иметь отдельный лаунчер ради одной игры не самое умное решение большое количество игроков привыкли к стиму это один огромный маркетплейс где хранятся все ваши любимые игры если не все ну то большинство стима по моему идеально все это то есть инвентарь поэтому по этому поводу поговорим в конце инвентарь профиля с комментариями и удобные сообщения которые недавно перетерпели не слабые изменения в третьих это рискованный шаг для for a новый магазин от эпиков находится в разработке и имеет меньшую аудиторию в отличие от мастодонта рынка стима в общем то минусов на самом деле не так уж и много да можно перейти к плюсам самым главным плюсом является сниженная комиссия на расположение игры в магазине epic game store 30 процентов против 12 вроде как неплохо да также интересной пометкой в заключенном документе является возврат предполагаемой прибыли допустим что у for a в планах заработать 10 миллионов условных единиц но переход на другой маркетплейс может повлиять на достижение цели и новый маркетплейс заинтересованный в эксклюзивности игры готов возместить деньги если план не будет достигнут ну чё пацаны свет и занавес как говорится но в общем то есть и другая такая тема давайте порассуждаем допустим есть и люди которые вообще не хотят ничего покупать и они сидят ждут тарантино эдишн метро вот они как раз таки сейчас повылезали мне кажется и начали просто сильно гнобить метро эксодус метро исход это мое мнение потому что есть количество озлобленных людей которым вообще по барабану куда там что выходит главное посчитать чужие денежки сказать что вот разраб потел 23 года да и он даже не достоин моего внимания скачать epic game store я просто там возьму его скачаю и пошел ты в задницу со своим говном и такое есть количество людей которые так думает но неужели вот ребята вы так думаете что вот люди стараются до прорабатывают игру ведь реалистично прорисована она красивая у нее есть корни наши русские да и мы просто сами сами же топим свою игру выходят такие проекты которые ну реально смешные люди довольны играют них выходит метро я считаю что создавать игры это очень тяжелый труд создает игры и получается мы дамы и почему мы потому что я тоже нахожусь комьюнити игроманов русских мы получается топим что ли их да но пускай они как-то хотят заработать по-другому пускай они как-то еще все это делают просто непонятно тоже от разрабов зачем они так резко решили все так сделать и даже делал ты не в этом дело в другом давайте заглянем немножко в будущее прикиньте вот просто сейчас идет этот хайп мне кажется каждому из рабочих из разработчиков очень неприятно видеть такую хрень когда ты еще игра до релиза там 10 дней осталось а я уже я уже просто минут ни за что хотя и сижу смотрю каждый раз геймплей трейлеры и мне просто ну прекрасен прекрасен этот геймплей эта игра но и и уже просто мешают мешать и что будет со следующим метро как минимум этой игры больше не будет как максимум эта игра будет только эксклюзивно на приставках потому что разрабы тоже станут может быть злыми или просто поймут что а какой смысл тогда это тоже одно из таких моих мнений также я понимаю ли тех людей которые не хотят вообще качать или быть знакомым с epic game store я вам тоже объясню и объясню почему допустим я игрок pubg и до этого был игрок раста и до этого был игрок counter strike go есть как вы знаете такая фишка как трейды но пока пустим трейды стиме можно выполнять задания в стиме бывают очень большие скидосы за которые можно получать игры всем есть друзья всем есть экосистема всеми можно читать гайды об игре не покупая игру стиме можно вернуть игру стиме 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 вы понимаете там плюсов просто офигеть сколько то что вот это вот все про 30 процентов 12 это может быть сделано для шумихи может быть epic game store хочет потихонечку отжевывать продукты у стима я не знаю но поднимемся опять у меня не было возможности даже покупки игр это было где-то 4 года 5 лет назад я играл в доту киберспортивно потом играл в counter strike но он в counter strike ездил на ланы и что-то и где-то перепадала что-то где-то вылетала что-то где-то я мог затрейдить таким образом купил помню за 350 рублей раз то есть люди еще посильнее чем я а я знаю то что на трейдах люди вообще очень сильно могут подняться по купли-продажи даже про купли-продажи можно вдруг вы играете допустим в папк да я не скрою там шанс выпадения хороших шмот их очень мало но как минимум за два года игры я игру окупил я не беру в счет тех шмоток которые мне дали разрабы я лишь считаю допустим те шмотки которые выпали помню куртку за 500 рублей выпало а ведь кому-то могла и сковородка за 30 тысяч рублей упасть вы представляете пацану выпадает сковородка за 30 тысяч рублей а такие есть естественную в нашем мире и он просто может не париться продать ее в носу ковырять и мне кажется на полгода ну ладно на месяце два три четыре обеспечить себя тупо покупками игр здесь такого невозможно то есть получается палка о двух концах что нас ждет почему этот хайп начался я честно не знаю я просто делюсь с вами общим мнением ну что ребят с вами был гасик не забывайте ставить лайки подписываться на канал и жду твое мнение в комментарии может быть я где-то не так выразился обязательно люблю читать реально именно вот по метро комменты потому что люди здравые пишут но большинство пишет какое-то говно типа гейб зажрался из 30 процентов но это тоже неправильно он создал свое детище по сути его как воля но он так и делать я еще раз грузить целая экосистема то есть по сути если эта информация бы не вылилась про 30 процентов и 12 то никакой злобы против гейба бы не было это их дела их маркетинг их продажи так они работают мы обычные типа игроки от нас это не зависит гейб все равно сделал такую фишку что в стиме допустим можно игру купить там условно за тысячу рублей а в европе она будет стоить три или четыре тысячи рублей это тоже такой немаловажный плюсик ну все ребят я уже чисто говорю уже лютую от себя тяну всем спасибо и всем пока пока